Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Нижний Новгород поднялся с 13-й на 10-ю строчку. Соседняя с нами Чувашия поднялась с 39-й на 34-ю. Мариел с 62-й на 60-ю. Удмуртия тоже стала благополучнее и поднялась в рейтинге с 47-й строчки на 40-ю. При составлении рейтинга учитывалось несколько десятков показателей, оценивающих состояние, условия жизни и ситуации в социальной сфере. Итоговый балл Кировской области 41 на 2 пункта выше, чем год назад, но на 7 ниже среднероссийского показателя. Программа Экономика. Операторы автозаправки привлекли к уголовной ответственности за махинации с бонусами. 45-летнюю жительницу Подосиновского района признали виновной в причинении имущественного ущерба. Как сообщает прокуратура Кировской области, в течение нескольких месяцев сотрудница заправки в поселке Демьянова проводила покупки топлива с использованием карт лояльности своих знакомых и родственников. Покупки потом отменялись, а бонусы оставались. Их можно было использовать для получения скидок. В общей сложности коммерческой компании причинен ущерб почти на полмиллиона рублей. По решению суда эту сумму женщина должна компенсировать и заплатить штраф в 10 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Экономика на 101%. Далее информации от наших партнеров. Успешен ваш бизнес или нет? Как это понять? Нужно оценить рентабельность продаж. Об этом термине сегодня в экономическом ликбезе от руководителя компании-бухгалтерия Татьяны Максимчук. Посчитать рентабельность продаж просто. Нужно прибыль разделить на выручку и умножить на 100%. Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли получает компания с каждого рубля выручки. Например, ваша рентабельность продаж составила 30%. Это означает, что с каждого рубля выручки вы получаете 30 копеек чистой прибыли. За рентабельностью нужно следить постоянно. Если она будет снижаться, у вас, возможно, проблемы с объемами продаж. То есть они падают, вы теряете рынок сбыта. Возможно, ваши затраты растут несоразмерно в выручке. Рентабельность продаж показывает эффективность бизнеса в принципе и стоит ли этим бизнесом заниматься. Посчитайте, какая рентабельность у вас. Если низкая, то стоит пересмотреть ценообразование, затратную часть, а может и то, как вы управляете бизнесом. Падение продаж, спроса и конкурентоспособности можно остановить. Иногда нужен сторонний взгляд, честный и без эмоций. Специалисты-бухгалтеры «Я» соберут нужные вам показатели для оценки реального положения дел и укажут на слабые места. 213-112. Бухгалтерей без отпусков, бизнес без лишних забот. Экономика. В завершении о валютах. Официальный доллар сегодня 76 рублей 58 копеек. В понедельник он вырос более чем на полтора рубля. Евро стоит 86-85. Рост на рубль 49. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101-ФМ.